Технологии будущего Наша творческая лаборатория является той самой доступной средой, где ребята имеют возможность на практике попробовать свои силы на работе с таким оборудованием, как лазерный станок, как 3D-принтер. И эти навыки они могут применить для реализации своих проектов на финальном туре Олимпиады НТИ. Олимпиада проводится с 2015 года в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и технологическими компаниями. Это уникальный формат состязаний для школьников, направленный на выявление и развитие талантливых детей. Отличная возможность проявить себя и без экзаменов попасть в лучшие вузы страны. Олимпиада заключается в нескольких этапах, отборочных турах. Эти туры носят заочный характер. И если учащийся становится призером или победителем этой Олимпиады, он получает привилегии при поступлении в топовые вузы нашей страны, таких как МИСИС, МАИ, политехнические, московские политехнические, санкт-петербургские вузы и 100 баллов к ЕГЭ. Олимпиада состоит из нескольких профилей, и каждый профиль охватывает такие предметы, как химия, биология, физика, математика, информатика. Ну и это огромный стимул ребят совершенствовать свои знания в каждом предмете, потому что необходимы для решения задач Олимпиады какие-то дополнительные знания, дополнительные источники. На уроке затронули самые разные темы. Какие специалисты будут востребованы в будущем, какие отрасли наиболее перспективны. Ребята активно участвовали в дискуссии, отвечали на вопросы и пробовали самостоятельно решать сложные задачи. Сегодняшний урок мне понравился тем, что наконец-то среди школьников подняли актуальные вопросы. В этой Олимпиаде я уже зарегистрировалась, начала участвовать, однако уровень заданий, по крайней мере по физике, крайне высок. Скорее всего, у меня может выйти профиль, связанный с биологией, поскольку я все-таки призер области. Сегодня в школах учатся те, кто, возможно, через несколько лет совершит важное открытие, разработает новые недоступные нам сегодня технологии. Поэтому важно поддержать интерес школьников к науке, помочь им развить свои способности, чтобы с юных лет они приобретали необходимые технические навыки. Сегодня мы узнали много нового о летательных аппаратах, также о подводных аппаратах, которые позволяют решать множество проблем, связанные с экологией и так далее. Ну и также познакомились с основными разработками, которые ожидают нас в будущем от таких мировых компаний, как Яндекс, Гугл, ну и Тесла. Также мы порассуждали о том, что будет примерно в 35-м году, что изменится с человечеством, какие, возможно, будут новые разработки сделаны, например, сможет ли человечество погрузиться в Марианскую падину и узнать, что там такое. В общем, в принципе, довольно интересный урок. Планирую связать с технологиями свою жизнь. Лично мне это интересно. В будущем я хочу связать свою жизнь именно с построением и проектированием летательных аппаратов, чтобы сделать наш мир лучше, чтобы оно нашло свое применение как и в России, так и во всем мире. Участие в Олимпиаде НТИ могут принять школьники с 8 по 11 классы. Прием онлайн-заявок продлится до 30 октября.